Рада вас всех приветствовать. Спасибо большое всем за бурные аплодисменты. Людмила, я вас обожаю. За ваш юмор. Поставьте, пожалуйста, как меня слышно и как меня видно. От 1 до 10. Хорошо. Все, супер, классно. Итак, сегодняшняя наша тема – это тема денег. Поскольку для тех, кто… Давайте познакомимся. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто меня уже знает, и минусы тех, кто видит меня, может быть, в первый раз. Спасибо большое, Людочка, еще раз. Кто знаком уже с меня, со мной, вернее, а кто не знаком? Ага, есть такие, кто не знаком. Хорошо, все, спасибо огромное за обратную связь. Очень рада, что вы даете ее, потому что это очень важный такой момент. Причем важно не только для меня, да, потому что мне так легче работать. А во-вторых, это полезно для вас, потому что тогда вы включаетесь в процессы, получаете максимум, да, от сегодняшнего вебинара. Для тех, кто меня не знает, я просто хочу сказать, что помимо того, что я психолог, парапсихолог, да, и так далее, не услышала, я прошу прощения, да, то есть представили меня ли как бизнес-коуча или нет, но дело даже не в этом. Дело в том, что я 15 лет работала в банке, причем в одном из крупнейших банков России, работала с одним из крупнейших клиентом России, да, это Газпромом. Поэтому у меня есть, была такая возможность жизни прикоснуться как к большим, так и к маленьким деньгам, как к своим, так и к чужим. И поэтому 15 лет я жила в этих вибрациях денег, и в какой-то момент, да, я начала осознавать, мне подруга однажды сказала, что несмотря на то, что я работаю в банке, да, то есть имею свою хорошую зарплату, я не люблю деньги, да, это было таким образом происходило, когда она мне дала понюхать масло почули, я скривилась и сказала, боже, какая гадость, она сказала, значит, ты не любишь деньги. И меня эта фраза в 2006 году очень сильно зацепила. На данный момент, да, я занимаюсь практиками духовными 25 лет, и из них получается уже 11 лет я изыскиваю вот различные лазейки, различные законы, там, все, что касается финансов, да, для того, чтобы изменить свою жизнь, да, и помочь, по сути, вам изменить вашу. Конечно же, в позитив для того, чтобы в вашей жизни появилось изобилие. И сегодня мне бы хотелось вам рассказать несколько моментов для вашего осознания, и, конечно же, будут у нас практики сегодня, да, почему, почему мы не можем получать больших денег, почему, вернее, что нам перекрывают, да, наши вот каналы денежные. И если вы сейчас посмотрите на картинку, вы увидите, что мешает привлечению больших денег, вот в моем понимании, в те пункты, которые я, ну, что называется, выследила за эти 11 лет, да, это 7 пунктов таких. Ну, для меня они оказались наиболее такими мощными и наиболее, ну, сильными, да, которые решают нам. Итак, первое – это наши убеждения. Второе – это наши негативные эмоции. Третье – негативное мышление. Четвертое – отсутствие целей. Пятое – это наше энергетическое состояние. Шестое – отсутствие знаний. И седьмое – отсутствие действий. И сегодня мы с вами прям по полочкам разберем все вот эти вот пункты. И, возможно, для вас это будет таким неким тестом, да, то есть вы для себя определитесь, а что же из этих 7 пунктов есть у вас, что мешает именно из этих 7 пунктов вам конкретно. Почему я выстроила их вот именно в таком порядке? Когда я буду говорить, я все равно буду возвращаться, объяснять, да, почему вот это нужно делать за этим, но просто я хочу сказать, что именно в такой последовательности это будет работать. Если вы начнете, допустим, рассматривать энергетическое свое состояние в плане финансов и прокачивать себя, например, да, и при этом совершенно не обратите внимание на свои убеждения, на свои эмоции, ну, пожалуй, вы не получите того результата, который могли бы получить. Например, все мы знаем, что нас призывают проговаривать аффирмации. Аффирмации, да, они работают, но после того, как мы убираем убеждения. То есть поэтому они выстроены, эти пункты, именно вот так, в такой последовательности. Итак, первый наш пункт – это убеждения. И я вас попрошу дать мне вот здесь вот обратную связь для того, чтобы мы как раз рассмотрели ваши конкретные убеждения, да, и, может быть, внесли какую-то поправку в эти убеждения. Ну, поэтому я говорю, чем активнее вы сейчас будете работать, тем больше пользы вы получите. Итак, убеждения. Какие были в вашей семье, у ваших родителей, лично у вас фразы, которые вы очень часто повторяетесь относительно финансов, относительно работы, да? Напишите, пожалуйста. Вот я здесь выбрала некоторые убеждения, да, которые вот, ну, очень часто употребляются нашими людьми. Добрый вечер, Светлана. А большие деньги – это большие проблемы. Там выше головы не прыгнешь. Не в деньгах счастье – наша излюбленная поговорка, да, что в 40 лет денег нет и никогда не будет. Денег всегда не хватает. То есть вот эти вот убеждения, их огромное-огромное количество. Но у каждого человека они свои. И поэтому напишите пару убеждений, которые были в вашей семье или у вас лично. А пока вы пишете, я на примере просто рассмотрю. Например, вот первый пункт – это большие деньги, большие проблемы. То есть это на самом деле такое ошибочное мнение, порожденное негативными убеждениями человека, что лучше жить скромно, особенно не высовываться и не выходить на линию успеха, да. Смотрите, здесь это, ну, очень такой важный момент. Если мы обладаем таким вот убеждением, то, соответственно, у нас не будет желания, да, желания увеличить и сохранить, сохранить и увеличить свое богатство, что называется, свои финансы. Почему? Потому что у нас будет, у нас есть убеждение, что чем больше денег, тем больше в моей жизни проблем. Соответственно, ваше подсознание будет автоматически сопротивляться привлечению денег в вашу жизнь. Смотрите, у меня в моей жизни был такой хороший-хороший пример моей мамы. Когда-то, когда, прошу прощения, распадался этот Советский Союз, да, у нас была квартира в Казахстане. И мама эту квартиру продала по тем временам за отчин, на что называется, большие деньги. Это было 3 тысячи долларов. Она привезла их в Россию. И вместо того, чтобы оставить в долларах, да, она что сделала? Она их поменяла на рубли. По тем временам доллар был еще 2 рубля. Вот, и, позарившись на проценты Сбербанка, они были тогда очень большие, она вложила их в Сбербанк. Что происходит буквально через пару недель. Через пару недель доллар подскакивает до 6 рублей, а процентная ставка в Сбербанке падает практически в 3 раза. Соответственно, у мамы моей инфаркт, да, ну, сердечный приступ, у нее был шок. Почему? Потому что, по сути, да, денег осталось от этой квартиры только на покупку стенки, да. То есть, стенки имеются в виду, вот, деревянная стенка, которая была очень модная по тем временам. То есть, она сменила квартиру на стенку, да. Естественно, ее фразу, которую она сказала, я запомнила навсегда. Вот, не было больших денег. И слава Богу, потому что большие деньги появляются, да, а потом не знаешь, что с ними делать. Понимаете? То есть, у человека возник страх. И все. По сути, она себе автоматически вот таким вот образом за счет страха перекрыла приток больших денег. Соответственно, в ее жизни денег было всегда вот ровно настолько, чтобы, ну, просто жить. Больших денег в ее жизни не было. Поэтому вот здесь вот это такой вот один момент, да, что мы не знаем, у нас возникают какие-то проблемы, тем более здесь возникли проблемы со здоровьем, да. Это вообще было сопряжено с, ну, сердечный приступ с жизнью, да. Поэтому там очень мощная такая блокировка произошла. А вообще, по сути, смотрите, когда у нас есть большие деньги, что нам нужно делать? Нам нужно приумножать богатство. То есть, нам нужно вкладывать эти деньги. Нам нужно что-то создавать, крутиться и так далее. Ну, а кто из нас любит особо напрягаться? Ну, никто. Вот если бы в банк положить, да, процентики капали, да, лежать бы на диванчике, ну, вот это хорошо, да. А так это же нужно, вот, блин, движуху какую-то осуществлять и так далее. То есть, все автоматом у нас это перекрывается, потому что, ну, не все у нас любят такую движуху и заниматься каким-то там своим там бизнесом, да, и так далее. Есть такое замечательное убеждение, практически, наверное, там, процентов 80 в России, да, у людей в России. Это убеждение не в деньгах счастья, да. Вот на самом деле бедные люди очень любят повторять эту формулу. Почему? Потому что они понимают, да, что денег, возможно, у них и не будет, и нужно, по сути, да, ну, как бы, стыдно даже признаться, что называется самому себе, да, в какой-то неспособности или нежелании зарабатывать достойно. И поэтому это такое утверждение, как своеобразная защитная реакция, да. А по сути, когда у человека, да, когда человек таким образом говорит, что не в деньгах счастье, оправдывая свое безденежье, мы с вами должны понимать, что у такого человека нет ни денег, ни счастья. Конечно же, да, мы не будем говорить о том, что деньги должны быть целью вашей жизни, нет. Но, по крайней мере, мы все знаем прекрасно, особенно сейчас, да, что деньги – это как раз средство для достижения цели. То есть мы должны просто понимать, чего мы хотим, да. Хорошо. Ваше убеждение, считаю, надо всегда экономить, надо много работать, чтобы, да, заработать больше, деньги могут отобрать, да, потому что деды именно за богатство и сослали. Здесь, смотрите, здесь уже включаются у Александры родовые корни, да, то есть я тоже знаю, что моего деда когда-то раскулачивали, поэтому, да, то есть там перекрывается состояние денежное, да. Но, еще один такой момент, мы когда-то с мужем сидели и обсуждали этот момент, и когда я это озвучила, он сказал, да, вот у меня дед был революционером, он раскулачивал, и теперь мы два одиночества, что называется, собрались, да, то есть моего деда раскулачивали, а его дед раскулачивал. И вот мы, значит, сидим и думаем, а что же нам теперь делать, как отрабатывать вот эту линию предков для того, чтобы, да, ну, в общем-то, повысить свое изобилие. То есть это тоже один из таких ключевых моментов, это передается на генетическом уровне, но могу сказать, что по своему, опять же, опыту, да, что это, в общем-то, пункт, который можно отработать, да, и достаточно, ну, не могу сказать прямо, что 100% вот легко, раз и все, нет, на самом деле все наши убеждения, это, ну, поменять их достаточно непросто, я бы так сказала. Ну, не совсем смертельно, но, по крайней мере, к этому нужно приложить вот усилия, я бы так сказала. Так, не было вообще разговора о деньгах. Так, второе, третье, пятое, прям читаю, девятое, десятое. То есть, смотрите, из 12 пунктов, 5 пунктов у Светланы есть, да. Ну, Светлана, расскажите тогда нам о своих финансах, да, насколько они есть в вашей жизни, да. Плюс еще бедность, зато честный, больших денег честно не заработать, да, вот все богатые воры, вот это вот тоже очень важный такой момент, то, о чем я говорила, да, то есть и про род в том числе. То есть, вот здесь как раз вообще все перекрывается, да. Мало того, что мы финансовый поток перекрываем себе за счет вот этих просто убеждений, так еще там включается механизм, когда мы вот такими вот высказываниями, да, излучаем в мир автоматически негативную энергию, которая, по сути, нам назад возвращается. Это уже энергетический такой уровень. Хорошо. Так, по сути, оправдание, деньги не главное, нежели богато, нечего начинать. Так, вау, может с мужем поговорить, но на самом деле он больше стал зарабатывать, так что вполне мы встретились тоже что-то понять. Согласна, да. Да, Светлана вот отвечает на мой вопрос. Да, полный швах, не то, что романцы поют, а просто поют очень немузыкально. Сожалею, Светлана, но надеюсь, вам сегодняшний вебинар каким-то чудесным образом поможет. Итак, мы определились, да, что это убеждение, и это первоочередное, потому что, смотрите, наши убеждения закладываются еще в момент зачатия. Зачатия, да, мы приносим их с предыдущих воплощений. И, по сути, да, все, что мы принесли с прошлых жизней, плюс внутриутробное развитие, это, знаете, как вот представьте, вот веточку, да, веточка, ну, просто голую веточку. Это получается вот как канва, да. А потом уже, потом уже, когда мы рождаемся с вами, это и частично, частично уже в момент внутриутробного развития, получается, знаете, как вот теперь представьте, что вот эта ваша веточка постепенно, постепенно покрывается инием, да. То есть сначала тоненький слой, потом более толстый и так далее. То есть вот это как бы наморожение происходит, происходит вот именно вот эти наслоения убеждений ваших, да. То есть постепенно в течение жизни, в зависимости от ситуации и так далее, да, происходит вот такое наслоение. Вопрос, можно ли убрать эти убеждения? Поставьте, пожалуйста, плюсики, либо минусики, если вы со мной либо согласны, ну, как бы, что можно или нельзя их убрать. Дайте мне, пожалуйста, да, можно их убрать. Ага, еще кто? Да, нужно, да, классно. На самом деле здесь аллегория, допустим, самая простая. Смотрите, когда мы выходим зимой на улицу, все у нас в ине, да, мы потрясли это дерево, и у нас сверху сыпется вот эти вот, вот этот снег, да, то есть снимается вот эти вот части снежинок, да. Соответственно, здесь то же самое, но потрясти нужно будет немножко себя, да, свое внутреннее состояние начать менять. И все. И тогда эти убеждения постепенно, ну, как шелуха или как вот этот иний, они начинают сниматься или осыпаться. Как хотите, какая аллегория вам больше интересна. Итак, первый пункт, и очень важный, с которого нужно начинать, это убеждение. В моей практике в свое время я нашла, я много провела на самом деле различных практик по финансам, и я в свое время нашла одну замечательную вещь, которая помогла мне вот осознать, осознать свою картину мира денег. Смотрите, когда мы не знаем, где находимся, по сути, нам сложно прийти куда-то, да, поэтому мы должны знать, с какой отправной точки мы должны начать двигаться. И вот эта практика для меня явилась такой очень мощной отправной точкой. Несмотря на то, что до этого было проведено огромнейшее количество различных практик и по убеждениям тоже, да, потому что мы знаем, напишите, ну, психологи, как психотерапевт, да, то есть я знаю, что напишите на этом листочке свои убеждения, переделайте их позитивно и так далее и тому подобное. Да, мы это переделали, но целостную картину при этом мы с вами не увидели. Так вот, эта техника, она меня потрясла, я была в шоке от того, что я увидела. Техника делается на основании вот этих вот убеждений, рисуется там диаграмма, вписывается и так далее, все это делается. И потом ты видишь как бы с высоты свою картину, да, и я вдруг поняла, что вот здесь я просыпаюсь с мыслью, и с как бы с первым фильтром, я монах, да, вернее, я монах, а ну ладно, пусть будет монах, да, я понимаю, что, блин, монаху-то деньги не нужны, то есть я просыпаюсь уже, а у меня вот эти фильтр стоит, да, через который я принимаю всю информацию из мира денег именно через этот фильтр. Следующая точка, значит, да, в этой точке я вечный студент. Ну, я знаю, что я много учусь, да, но студент беден. В том месте, значит, следующая точка, где должен быть домашний очаг, где должен быть мое личное домашнее пространство, я веду там себя как банковский работник, а это чужие деньги, это не мои деньги. Да, в следующей точке, где там мое предназначение или вообще как я веду себя, завершающая такая картина, а там стоит моя мама, да, то есть, ну, там специальная техника через образы, которые мы идем, да, и я понимаю, что, да, я веду себя как мама. А в общей вот этой картине, да, я дервиш, ну, а дервишу-то, вот, то есть, по сути, вот у всех этих людей, у всех этих персонажей, которые я нашла, да, оказалось, там денег нет. Нет, несмотря на то, что я работала в банке, несмотря на то, что у меня были хорошие зарплаты, да, несмотря на все это, у меня менталитет и убеждения были, то есть, я смотрела на мир глазами, по сути, вот этого человека, который сознательно, по сути, отказывается от своих личных денег. Поэтому, поэтому я вот тогда поняла, что наше убеждение – это первопричина. И, соответственно, потом спасибо создателям этой техники. Эту технику создала тоже моя знакомая, она тоже психолог, да, и она тренировалась на мне. Теперь я ее даю другим людям. И чем хороша эта техника, тем, что мало того, что мы это видим, мы еще можем это переделать. То есть, мы переделываем, переписываем свою картину мира и начинаем на мир смотреть уже. Мы выстраиваем себе совершенно другие фильтры. И у нас 24-го будет первое занятие по финансам, да, где я буду давать эту технику. Поэтому, если кто-то вот есть желающий пройти эту технику, да, и просмотреть свою картину мира финансов, соответственно, милости прошу. Итак, это первый пункт – убеждение. Дальше. Негативные эмоции – это второй пункт. Дело в том, что вот все, что я вам сегодня даю, да, оно складывалось как пазлы, да, вот в моем финансовом этом изыскании. Вот эту практику, вернее, даже не практику, а вот эту информацию, которую сейчас вы видите, да, я нашла в 2016 году, как раз проходила в Казани, в Международной Академии Бизнес Коучинга. Мы обучались и нам дали вот эту вот картинку. Это называется «Шкала Дэвида Хокинса». Те, кто у нас был на вебинарах уже, на тренингах, те с ней уже знакомы. Те, кто не знакомы, слушайте, пожалуйста, внимательно. Дело в том, что существует вот такая вот шкала, да, эмоций, и в зависимости от наших эмоций есть определенный диапазон вибраций, да, вот у каждой эмоции есть своя вибрация, мы это с вами знаем. И есть определенный диапазон вибраций, в которой лежат деньги. Если вы находитесь ниже этого диапазона, либо выше, денег там нет. Поставьте, пожалуйста, плюсики или напишите, что да, так есть у тех, кто начал заниматься духовными практиками, энергетическими практиками, а ваши финансы начали постепенно уменьшаться. Напишите, пожалуйста, есть такие у нас или нет. То есть начинаю заниматься духовными практиками, начинаю что-то делать и понимаю, что постепенно-постепенно, да, начинается снижаться мой финансовый поток. Вот смотри, теперь вы должны осознавать и понимать, спасибо огромное, Василий, Светлана, Оля, Людмила. Вы должны понимать, что вот деньги, да, они лежат вот в этом диапазоне от 125 до 310. Что получается, когда мы начинаем заниматься духовными практиками? Мы с вами уходим, естественно, мы сидим в медитациях, там кайфово, мы выходить оттуда не хотим, мы получаем энергетические настройки, да, там фрейки, тета-хилинг, то есть еще какие-то практики, которые повышают наш уровень вибрации, да. И, соответственно, мы приходим с вами в состояние, там, прощения, там, понимания, там, принятия, да, то есть приходим к состоянию таковости. У нас любовь, в медитациях мы сидим, у нас там гармония и просветление, то есть мы стремимся туда. Но, смотрите, как только мы переходим этот порог, деньги уменьшаются. Соответственно, что происходит? Мы понимаем, деньги уменьшаются, а семью-то кормить все равно надо, по счетам платить надо, и у нас появляется страх. И происходит просто сваливание, да, то есть, смотрите, мы с позиции там, где уже нет денег, сваливаемся до 100 в состояние страха, где еще нет денег, понимаете? И получается, и получается, что страх нами завладевает, и мы не знаем, что делать, все, у нас паника. И мы бросаемся, опять же, заниматься практиками для того, чтобы каким-то образом чудесным усилить свои вибрации, чтобы что-то достичь и так далее. А в итоге получается все наоборот, да, мы попадаем в замкнутый круг, и мы, что называется, не попадаем в этот промежуток, где есть деньги, где есть бизнес, да? Вот поставьте, пожалуйста, кто сейчас со мной согласен с тем, ну, давайте единичку поставим, те, кто понял и со мной согласен, что это было в вашей жизни, ну, так. Спасибо большое. Смотрите, когда я у преподавателя, у своего спросила, я глазки так открыла и понимаю, да, что я-то нахожусь, мы-то с мужем находимся уже в других вибрациях, там, где уже нет денег, да? И я спрашиваю тогда, а как же, а как же вот этим-то? А что делать-то вот те, которые поднялись все-таки выше? На что мне было сказано? А те, значит, должны сознательно уметь спускаться и подниматься. Вот тогда я просто осознала, и с тех пор я стала задавать вопрос, с какой целью вы занимаетесь духовными энергетическими практиками? Зачем вам это нужно? Что вы хотите от этих практик? И самое главное, да, вы должны понимать, что если вы получаете какие-то знания, да, начните их практиковать. Потому что вот когда вы туда поднялись, да, вы должны понять, что нужно сделать эту практику, чтобы опуститься вот в тот диапазон, где есть деньги, и заработать их там. Потому что мы сейчас уже с вами прекрасно понимаем, понимаете, должен быть баланс между верхом и низом, да, между нижними чакрами, которые отвечают за деньги, за наши цели и так далее. Чтобы был баланс с верхними, да, там, где у нас творчество, там, где у нас наши способности, умения, да, слушать интуицию и непосредственно связь с Богом. Седьмая чакра. А, конечно же, с центром, да, в четвертой, чтобы мы все это делали с любовью. Вот тогда это будет баланс. Вот тогда мы, смотрите, что получается. Когда у нас отработаны все чакры, да, мы получаем информацию сверху, которая к нам приходит. Шестая чакра будет отвечать за правильное трактование той информации, что пришла к вам. Если у вас шестая закрыта, вы не сможете правильно распознать информацию, которая приходит к вам. Дальше. Мы опускаем ту информацию, осмыслили, осознали, услышали, да, то есть то, что нам донесла Вселенная. Мы опускаемся в пятую и начинаем применять свои, открывать свои творческие способности и думать, а как в рамках своего предназначения, в рамках своих способностей я могу что-то сделать. Дальше еще опускаемся на четвертую чакру, да, где у меня любовь, где я буду делать это с любовью к себе и к миру. Потому что любая коучинг-программа, она спрашивает всегда в первую очередь, а что даст вам, что даст миру ваша цель? То есть то, чего вы хотите, как отразиться в мире. Следующее, то есть если мы вот это все проходим, если мы открываем способности, если мы это делаем с любовью, мы начинаем опускаться в третью чакру и соответственно, что мы делаем? Мы можем составить, поставить себе цель, да, осознанно и наметить план действия. На второй чакре мы идем, там у нас есть энергия, творческая энергия, которая все это начнет реализовывать. И соответственно, первая чакра – это энное количество энергии физического действия, где я потом буду действовать для того, чтобы реализовать ту цель, которую я себе поставила. Понимаете, если у нас вот этого нет, то как бы мы с вами не прыгали, как бы мы с вами не прыжились, да, мало что можно получить. Поэтому смотрите, что касается эмоций, конечно же, нам нужно отслеживать свои эмоции, да, смотреть их, в каких эмоциях мы сейчас живем. Для себя сейчас вы видите эту табличку, поэтому определитесь, в каком диапазоне вы находитесь сейчас. И поставьте мне, пожалуйста, этот диапазон, чтобы я понимала, как вы себя оценили, чтобы я понимала, что вы понимаете, о чем я говорю сейчас. Когда-то у меня спрашивали, есть ли практика по работе с этими эмоциями. Да, практика есть, мы придумали ее с мужем уже потом сами, то есть нам дали информацию, а мы уже с ним ломали голову, как сделать эту практику. Мы ее, в принципе, нашли. И не вижу я диапазонов, не вижу обратной связи, ну, хорошо, ладно, я надеюсь, вы задумались, хотя бы задумались, да, то есть для себя вы хотя бы определились. По крайней мере, вы будете теперь знать, куда вам идти, да, либо использовать свои вибрации, свои знания и немножко спуститься, чтобы заработать денег, да, чтобы привести себя в состояние баланса. Либо нужно понимать, да, от каких эмоций вам нужно освободиться для того, чтобы попасть в этот диапазон. То есть в любом случае у вас есть вектор движения. Хорошо. Ну да, вот у нас есть люди, которые за пределами находятся. Хорошо. Итак, и по поводу того, что есть вибрации, я хочу сейчас дать возможность вам почувствовать, что есть действительно вибрации достаточно низкие, есть высокие вибрации, именно вибрации денег. И в зависимости от того, насколько мы умеем с вами переходить из одного диапазона в другой, будет зависеть наше количество денег. В свое время, опять же, когда я делала свои изыскания, я обнаружила, что планетарные вибрации денег, они достаточно низкие, а вот вселенские вибрации высокие. И я понимала, что, я вот почувствовала и осознала, что мне в низких вибрациях достаточно сложно, мне некомфортно, а вот во вселенских, там да, там супер классно. Это говорит о чем? Это говорит о том, что именно здесь, в планетарных энергиях, там, где есть деньги, я туда в эти вибрации не вписывалась. Опять же, несмотря на то, что у меня было достаточно количества денег для жизни, но не было больших денег. Я понимала, что мне очень хочется изменить это, поэтому и сейчас я вам предлагаю это сделать, почувствовать, да, где вам комфортнее, в каких вибрациях. И для этого вам нужно сейчас сесть поудобнее, закрыть глазки и представить, что перед вами сейчас есть некий поток, поток планетарный, да. Это планетарный поток энергии денег. И можете прям сделать шаг в этот поток и задать себе вопрос, как я чувствую планетарные энергии денег. Давайте вот так скажем, как я чувствую планетарные энергии денег. И смотрите свои ощущения. Ощущения в теле, чувства, эмоции. Здесь важно отследить, комфортно вам или некомфортно. Либо где-то задавило, либо крылья наоборот раскрылись, то есть вам хорошо стало. То есть делаем шаг в этот поток, как я чувствую планетарную энергию денег. Теперь давайте выйдем из него, поблагодарим эту энергию. И сейчас представим, что идет вселенский поток с этими высокими вибрациями, то есть вселенская энергия денег. И точно так же делаем шаг в этот поток и задаем себе вопрос, как я чувствую вселенскую энергию денег. Как я чувствую вселенскую энергию денег. И опять же мы распознаем свои ощущения в теле. Комфортно, некомфортно, какие эмоции, какие чувства. Конечно же сравните с теми ощущениями, что были в первом потоке, в планетарном потоке. Теперь мы выходим тоже из этого потока, благодарим эту энергию и пишем обратную связь. Напишите, пожалуйста, получилось ли у вас почувствовать эти два разных потока. И самое главное, где вам было комфортно или некомфортно. Потому что это очень-очень важный такой момент. Где вам было комфортно и некомфортно. Что вы чувствовали? Какие ощущения в теле были? Добрый вечер, Яночка. Добрый вечер, Яночка. Во вселенском потоке более легко и комфортно. Но и предыдущий поток был тоже приятный. Планетарно было мягко и комфортно. Во вселенском надувало. Хорошо. Несколько волнительно в третьей чакре. В первом комфортно, а в втором барахталось. Первое давило на все тело. Некомельфо. Второе легкое, свежесть. Хорошо. Да, вот смотрите, делайте выводы. Еще раз повторюсь. Оба в принципе комфортно. Это классно. Когда и там, и там комфортно, то здорово на самом деле. Ага, вот Александра. Мне везде комфортно, но в первом оранжевый круг я стою и не двигаюсь. Что-то не мое. А второй подхватил и я в голубом как легкая. Угу. Ага, Яночка, тоже рада видеть вас, слышать. В планетарный поток заходить не хотела. Сказала, шла сдавила в области сердца солнечного сплетения, а во втором летала. Вот, Светлана у нас прям яркий, да, то есть такой представитель вселенского потока и ярый противник, что называется, планетарного. Да, ну, опять же, Светланочка, можно вы будете сегодня учебным пособием тогда? То есть изначально мы с вами выяснили, да, Светлана нам озвучила. Спасибо большое за откровенность, что с финансами ты не очень, да. Спасибо большое, Светлана. То есть смотрите, делайте выводы, насколько вам комфортно или некомфортно, там или там. Энергии, да, вибрации имеют все-все в нашей жизни. Да, любая денежка, мы проводили эксперимент, да, брали 10 рублей, брали 50, 100 рублей брали, 5 тысяч брали. Будет желание, возьмите их в руки, почувствуйте их вибрации, послушайте, что они вам расскажут. Очень интересная практика, ну, я вам даю, хотите, делайте. То есть, понимаете, то есть у каждого, у всего есть своя вибрация. И, соответственно, вибрация денег тоже существует. Поэтому наша задача – осоответствовать этим вибрациям. И негативные, позитивные эмоции, да, это очень важный момент в нашей жизни. Поэтому нужно справляться с негативом, да, с позором, да, с ненавистью, злостью, чувством вины, апатии, да, вот нижние эти вибрации, горе, да, страх и так далее. То есть, вот гнев, гордыня – это все то, что, в общем-то, вас принижает, да, то есть понижает ваши вибрации настолько, что денег в вашей жизни, ну, что называется, растворяются, улетучиваются. Но и перегибать палку в высокие вибрации тоже, как выяснилось, не стоит. Либо же вы сидите в медитации, повышаете до максимума свои вибрации, идете к просветлению, потом открываете глазки и начинаете жить обычной жизнью в материальном мире. Да, то есть понимая, что если ничего не изменю в своей жизни, да, то есть ничего не сделаю сам, то, по сути, ничего и не получу. Давайте сейчас расскажу, может быть, не совсем будет к этой картинке, но, по крайней мере, не забуду. Смотрите, как мой говорил учитель, что когда вы начинаете заниматься практиками, идете путем своего развития, да, соответственно, карма перестает вас пинать. То есть до того момента, пока вы не осознаны, пока вы не занимаетесь тем, что должны заниматься, да, чем должны заниматься, карма вас пинает, пинает на тот путь, который вы должны пройти. Как только вы на этот путь встали, карме не нужно вас пинать. Она, что называется, отходит так в сторонку, складывает ручки и смотрит, как вы идете по этому пути. И вот с того момента в вашей жизни не происходит ничего ни плохого, ни хорошего. Меня очень часто спрашивают, Марин, что происходит в твоей жизни, как у тебя дела? И было время, когда я понимала, что, блин, в моей жизни ничего не происходит. Все настолько ровно, все настолько гладко, что мне даже сказать нечего. Я говорю, да, все нормально. А о своих внутренних каких-то, да, то есть изысканиях, о своих внутренних практиках я не могу рассказать, да, что, о, я-то получила там такой инсайт, а я там получила еще инициацию, то есть это никому не интересно, это мое личное, да. А вот в жизни ситуации, ну, как-то вот, как-то так, да. И когда я нашла для себя вот этот вот ответ, да, своего учителя, я поняла, и он нам прям озвучил, что если вы хотите, чтобы в вашей жизни что-то происходило, создавайте свою жизнь. Поставьте тоже, пожалуйста, плюсики, у кого есть то же самое, что начали заниматься, и в жизни все настолько ровно, гладко, ничего не происходит, да, причем ни хорошего, ни плохого. И, по сути, получается, никуда особо и не двигаешься. Угу, есть такие. Все мы с вами проходим одни и те же этапы развития. Я уже это тоже проверила, я думала, что, вау, у каждого свой путь, ничего подобного. Мы можем идти по одному и тому же пути, но через разные знания, через разные практики. Но в итоге, в итоге, мы все равно проходим, кто-то раньше, кто-то позже, но все равно проходим один и тот же путь практически. Поэтому вот то, что я сейчас говорю, то есть я понимаю, что, да, все ровно, даже астролог удивился, как все ровно и скучно. Да, поэтому, поэтому давайте создавать себе свою жизнь. Каким образом будем создавать? Вот мы пришли сейчас к третьему пункту, когда нам нужно создавать свою жизнь. И здесь мы подходим к пункту, который не дает нам получать деньги, это негативное мышление. Соответственно, про позитивное мышление вы слышали тоже неоднократно. И я не буду первооткрывателем, да, если скажу, что для того, чтобы привлечь деньги в свою жизнь, нужно позитивно мыслить. Смотрите, если вы не проработали первые два пункта, ваше позитивное мышление, то есть аффирмации, которые мы с вами произносим, не будет иметь никакого эффекта. Почему? Потому что здесь я говорю, держу как дятел одно и то же, одно и то же, одно и то же, а в итоге все равно ничего не получается. Это не работает. Ставим давайте единички, у кого так есть, что использую аффирмацию, а в принципе ничего не получается. Могу и 10 дней, и 20, и месяц говорить одно и то же, а результата ноль. Есть кто такие у нас, кто это испытал на себе? Есть. Спасибо большое. Да, это действительно так. То есть, девочки, дорогие мои мальчики тоже, начинайте с убеждений. И постепенно, постепенно, да, мы приходим к позитивному мышлению. Каким образом нужно переходить к этому позитивному мышлению? Смотрите, когда вы утром просыпаетесь, да, ну, давайте на своем примере покажу. Мой ребенок просыпается и говорит, я не хочу идти в школу. Я говорю, теперь, хорошо, а теперь давай в позитиве. А в позитиве это звучит так. Я хочу остаться дома. Когда у вас спрашивают, хочешь кофе? Вы отвечаете, например, да, ну, потому что не все любят кофе, вы говорите, не, я кофе не хочу. Соответственно, вы озвучиваете, чего вы не хотите, вместо того, чтобы озвучить, что хотите. В этот момент, когда вас спрашивают, хочешь ли кофе, нужно сказать, я хочу чаю. То есть постоянно заявлять вселенной о том, чего же я хочу, потому что это очень такой вот камень преткновения у многих людей. Почему? Когда на вебинарах очень часто это происходит, особенно это очень хорошо видно в консультациях, которые мы ведем с мужем, да. Начинаешь спрашивать человека, расскажите, что хотите. Человек говорит, ой, я не хочу, чтобы у меня было много кредитов, я не хочу начальника Самодура, я не хочу там по утрам просыпаться, ходить там на работу. Я не хочу, чтобы мои дети, я не хочу, чтобы мой муж, да. И я останавливаю и говорю, я поняла, что вы не хотите, а теперь давайте расскажите мне, что же вы все-таки хотите. И тут начинается ступор, потому что наш ум это такой гад, которому вот легко очень придумать то, чего я не хочу, загнать нас в негатив, но в позитиве он мыслить не привык. Так, понимаете, вы должны сейчас осознать, вот вчера вебинар клубный был, я говорила там, что ум это, ну, как бы, надо с умом отождествиться, раз отождествиться. Почему? Потому что вы не есть ум. Давайте я вам, ну, немножко экскурс такой. Если вы можете наблюдать свое тело, являетесь ли вы телом или нет? Быстро ставим плюсики или минусики. Если вы можете наблюдать свое тело, являетесь ли вы телом? Нет, не являетесь. Если вы наблюдаете свои эмоции, являетесь ли вы эмоциями? Если вы наблюдаете свои мысли, являетесь ли вы этими мыслями? Нет, конечно. Спасибо вам огромное за обратную связь, что вы это понимаете. Действительно, вы не являетесь ни тем, ни другим, ни третьим. Ваш ум – это та часть вас, которая должна стать вашим слугой. А вы, как правило, в свое время, когда-то мы отдали ему бразды правления, и теперь ум рулит. Он загоняет нас в негатив. При этом привык думать в негативе, он не хочет думать уже в позитиве. Но я вам просто хочу сказать одну такую важную вещь. Пока, вернее, в вашей жизни никогда не будет того, чего нет в вашей голове. То есть, если вы не научились думать позитивно и создавать себе цели, планы, желания и заявлять «я хочу», в вашей жизни этого никогда не будет. Это проверено стопроцентно. Поэтому, пожалуйста, это уже шаг к осознанности. Это тоже, кстати, повышение ваших вибраций. Когда вы вдруг почувствуете, что поймаете себя на мысли, что вы говорите с позиции «чего я не хочу», ловите себя на этой мысли и переделываете ее. Говорите «не-не-не, так, стоп, чего я не хочу, я знаю, теперь чего я хочу, давай». И начинайте свой ум, что называется, тренировать. «Давай, а чего я еще хочу? А еще чего хочу? А еще чего хочу?» Есть такая даже техника психотерапии, когда мы задаем вопросы, а почему, здесь точно так же. А еще что? А еще что? А еще что? И так вы выстраиваете себе то, чего вы хотите. Тогда это позитивное мышление войдет постепенно в вашу жизнь, и вы начнете создавать, реально создавать свою жизнь. Понимаете? Иначе сейчас вашу жизнь создает ум, ваши родители, ваши дети создают ее за вас, но вы не являетесь хозяином своего мышления и, соответственно, своего ума, да, и, соответственно, своей жизни. Поэтому, когда вы начнете контролировать свой ум, свои мысли, хотя бы начинайте хотя бы со слов, потом вы, когда научитесь контролировать то, что вы говорите, вы сможете контролировать то, о чем вы думаете, и тогда в вашей жизни начнут происходить вот эти вот реальные чудеса, да. Почему? Потому что я заявил, чего хочу, и, по сути, я это получил. И сейчас мне хотелось бы с вами сделать одну такую вот маленькую технику, тест, да, по поводу чего же я хочу, чтобы вы осознали эта техника на осознание своего порога, финансового порога. Я предлагаю вам сделать вот что. Представить, что у вас сейчас перед вами лежит та сумма денег, которую вы зарабатываете. И, закрыв глазки, вы представляете, что вы делаете вдох и вдыхаете эту сумму. И, по сути, когда вы ее вдыхаете, прислушиваетесь к своим ощущениям, когда вы вдыхаете ту сумму, которую вы получаете в данный момент, да, вам, по сути, должно быть комфортно. И я вам сейчас предлагаю увеличивать эту сумму на 5 тысяч, да. То есть, если вы получаете 15 сейчас, да, вы в следующий раз представляете, что сумма лежит 20, вдыхаете ее, смотрите ощущения. Комфортно или некомфортно? Комфортно, хорошо. Еще 5 прибавляем, уже 25, еще вдыхаем. Мы ищем ту сумму, на которой вам станет некомфортно. Появится какой-то дискомфорт в теле, какая-то эмоция не очень хорошая, да. То есть, ищем ту сумму, на которой появится дискомфортное состояние в теле, в эмоциях, в ощущениях, в чувствах, там. Найдите, пожалуйста, ту сумму. Ну и ставь, давайте поставим либо плюсики, что вы нашли ее, либо сумму прям нарисуйте. Нарисуйте мне сумму, пожалуйста, если не сложно. Но кому не хочется озвучивать эту сумму, ну, значит, ставьте плюсики, что вы нашли. То есть, начинаем вдыхать ту сумму, которую мы сейчас имеем, зарабатываем, получаем. И увеличивая на 5 тысяч, ищем ту сумму, на которой получим дискомфортные ощущения. Обязательно поставьте либо плюсик, либо сумму, чтобы я знала, что можно двигаться дальше. Хорошо. Вот, Светлана, Ирина, мне вот интересно, как же вы по 5 тысяч так быстро набрали сумму? То есть, либо вы очень быстро делали и не поймали это ощущение, потому что невозможно, допустим, по 5 тысяч за полминуты дойти до 3 миллионов. Попробуйте ее сделать еще раз, только достаточно медленно, чтобы прочувствовать именно этот момент, потому что этот момент, он очень-очень важный. Очень редко, очень редко, как бы, да, появляются такие вот суммы, но я начинаю проверять, а в итоге, да, стала зевать, потеряла чувствительность. Вот у кого вот сейчас вот такая вот произошла вещь, да, то есть, а я не стала мелочиться, я знаю, какая сумма мне нужна конкретно. Нет, вот это неправильно. Я дала конкретную технику для того, чтобы вы пришли к определенному осознанию, а вы сделали, вы сделали ее так, как захотели. Тогда вы не получили того результата, который нужен был. Результат должен был, для осознания должен быть таким. То есть, вы, по сути, да, нашли тот порог, выше которого вы сейчас подняться не можете. Да? Но дело в том, что, вот поставьте, пожалуйста, плюсики, если я не ошибаюсь, что в реальности вы зарабатываете примерно, примерно половину из того, что вы нашли сейчас. Поставьте, пожалуйста, либо плюсики, либо минусики. Да. Смотрите, это действительно так, это проверено уже. Почему я и говорю, что делать это нужно технику так, как я говорю, а не вот то, что я хочу, там то, что мне надо, я то и себе и придумала. Нет. А вот именно найти ваш порог, это важно. Почему? Потому что есть у вас сейчас вот столько, а ваше мышление позволяет вам вот столько и не больше. И до тех пор, пока вы этот потолок себе не поднимете, ваша зарплата не вырастет. Вот услышьте меня, пожалуйста. Ну, там получается не ровно 50%, ну, плюс-минус 40-60, вот так вот. И поэтому для того, чтобы зарабатывать больше, вам нужно вот этот потолок поднять, понимаете? Я не просто так вам эту технику дала, а для того, чтобы вы определили и осознали, что у вас есть потолок финансовый, выше него, вы прыгнуть пока не сможете, до тех пор, пока вы не проработаете этот потолок. Понятно? Как поднять? Вот как поднять, здесь то же самое. Нужно поднимать определенными практиками, дыхательными практиками. У нас мастер-класс, второй мастер-класс, второй день мастер-класса, мы как раз это будем там делать. Да, то есть это нужно проработать сначала вот эти убеждения, да, и тогда ваш потолок автоматически поднимется. Потом еще определенные практики, да, по работе с внутренними сопротивлениями и так далее. Вот. И, ну, просто вы сейчас должны понимать, что вы нашли одну из причин, по которой вы не можете повысить себе зарплату. Пенсию заглотила и не заметила. С 15 тысяч проблемки начались. Да, почему я и говорю, что, ну, а пенсия получается, да, то есть, ну, примерно там сколько? Ну, 8 тысяч. Ну, вот они ваши 50, там, ну, может быть, там 60%. Оксана, если вы получаете, вы, то, что вы нашли, еще раз, еще раз повторюсь, 50% от этого. Я не знаю, почему это вот так работает. Ну, честно, да, я долго пыталась понять, я так и не нашла причину, пока не нашла причину, почему именно от этого потолка всего лишь половину. Наверное, потому что нашему подсознанию так комфортно, сильно напрягаться не надо. И вроде как бы еще можно стремиться к чему-то, но это комфортная сумма. Вот золотая середина, понимаете? Вот сейчас я говорю и понимаю, да, идет информация. А, соответственно, если вы этот порог поднимете, ваша золотая середина вырастет. Поэтому, Оксаночка, вот вы можете зарабатывать сейчас ту сумму, ну, половину той суммы, которую вы нашли. Если вы порог себе поднимете, значит, вы сможете зарабатывать и эту сумму. Да, то есть, если вы свой порог поднимете не 3 700 долларов, да, а получается сколько? 7 400. Вот когда вы до 7 400 дойдете, тогда зарабатывать вы будете там 3 700. Это понятно? Ну, я не знаю, вот так устроено пространство. Хорошо. Следующий пул, который, опять же, не дает нам получать больших денег, это отсутствие целей. Мы уже определили, что деньги, по сути, сами по себе целью не должны являться. А вот цели, в принципе, они у вас должны быть. Но, опять же, поставьте плюсики те, кто занимается духовными практиками и понимает, что целей и желаний с каждым разом становятся все меньше, меньше и меньше. Особенно в материальном плане. Да, супер. Ну, давайте я вас озадачу. В любом случае, смотрите, деньги вам на обучение нужны? Нужны. Деньги на поездки по местам силы нужны? Нужны. В Индию съездить на ретрит хочется? Хочется. Соответственно, цели и планы должны быть обязательно. Пусть они будут другими, необычными. То есть, хочу машину, хотя это тоже не зазорная цель. Если у меня будет машина, я смогу сократить время или я смогу поехать на природу, возле дерева помедитировать, стойку там на голове сделать и так далее и тому подобное. Если у меня машины нет, соответственно, я не могу себе это позволить. То есть, понимаете, я опять же понимаю, что иногда это сопряжено с внутриутробным развитием. Дело в том, что именно в момент зачатия, именно в момент внутриутробного развития в нас закладываются определенные убеждения, определенные чувства и эмоции. И те, кто у нас был на хрониках и на кундалини, да, то есть те знают, что есть такая практика перезачатия. И там как раз есть такая возможность, да, объединить в себе всю силу вот яйцеклетки и сперматозоидов для того, чтобы стать миллионером, для того, чтобы увеличить это. Это один момент, да. Почему? Потому что там нет в момент зачатия целостности созидания ребенка. Там есть конкуренция, да, то есть либо я, либо умру. Поэтому вот это все откладывает отпечаток и на финансов в том числе. Есть еще один момент. Кто из вас, поставьте мне, пожалуйста, единичку, кто из вас знает, что родители вас не хотели, либо же хотели девочку, родился мальчик, или наоборот, хотели очень мальчика, родилась девочка. Есть у нас такие? Потому что это тоже накладывает на себя большой-большой отпечаток. Из своего личного опыта могу рассказать, что вот как раз вот там же на коучинге, на коучинге, да, я решила проработать некий аспект амбициозности, да, то есть я хотела поставить себе амбициозные цели. Но при этом я сижу и понимаю, что а нафига они мне нужны, да, то есть у меня все есть. Муж есть, дети есть, квартира есть, долгов нет, да, то есть все, что нужно для жизни, вот для проживания, все достаточно. Зачем мне еще какие-то амбициозные цели? И у меня внутренне появляется сопротивление, да. А мой оппонент, который работал со мной как коуч, он говорит, ну, может, мы туда не пойдем? Я говорю, не-не-не, вот туда-то мы как раз и пойдем. Чем больше я сопротивляюсь, тем больше ресурсов там есть. Соответственно, я должна в себе распаковать эти ресурсы. Вот где больнее, туда мы и пойдем. И мы пошли в это состояние. И практика была заключена в том, что нужно было делать некоторые шаги до реализации своей цели, как бы, да. Я сделала первый шаг и понимаю, что я дальше идти не могу. Я села и реву. Вот я тупо сижу и реву, да. И девочка, которая на мне тренировалась в этой практике, она не знала, что со мной делать. Она пригласила преподавателя, и преподаватель со мной работал, да. И мы пришли вот к чему. Я вспомнила опять момент вот этого внутриутробного развития, когда мама меня не хотела. И у меня в голове возникла такая вот фраза. Если, как я могу желать себе чего-то большего, да, то есть как я могу вообще чего-то желать, вот каких-то амбициозных целей, если я в принципе недостойна жить. Да, то есть получается, что я недостойна желать чего-то, потому что я жить-то недостойна, потому что меня не хотят. И вот в тот момент я осознала, что вот это наше внутриутробное развитие, да, оно влияет и на отношения с противоположным полом, и на отношения с родителями. Я никогда не думала, что это накладывает отпечаток на финансы. Оказывается, накладывает. Поэтому смотрите, если у вас есть вот такие внутриутробные как бы, ну, проблемы, да, то есть если вы знаете, что вот вас не хотели, как вариант, да, там перекрыто состояние. Я помню один такой момент, когда мы работали в расстановках, в офлайне, и женщина одна тоже так встала в ступо, потому что ее не хотели. Я ей говорю, скажи, я достойна. Она плачет, ревет, ревет слезами, а сделать ничего не может, а сказать не может. Я говорю, крикни, я достойна жить, я достойна иметь. Мы с ней минут, наверное, 10-15. Я ее уговаривала это сказать, пока в ней что-то вот не накопилось и не прорвалось, да. И тогда, когда она закричала, что она достойна, да, вот тогда, что называется, прорвался, рвопнул, и, соответственно, как бы человек по-другому стал жить. Да, потому что многие из нас у нас есть такая установка, я не достоин жить, я не достойна, да, соответственно, я тогда не достойна вообще в принципе того, чтобы жить богато, жить счастливо и так далее. Поэтому, дорогие мои, ставим цели, прописываем эти цели, потому что если у вас нет целей, да, это значит нет запроса во Вселенную. И Вселенная вам не даст то, о чем вы не просите. К сожалению, это тоже так. Похоже, наконец я услышала причину. Ну, супер, классно. Если вы словили инсайт, Лена, я очень-очень рада. Значит, для вас этот вебинар не прошел, что называется, мимо. И теперь, что касается энергетического состояния и наших запросов в том числе. Это то же самое, шкала Дэвида Хокинса, те же самые вибрации, да, про которые мы сейчас смотрели, но в табличном варианте. Это привязка к энергетическим состояниям, то есть к нашим чакрам. Про них я тоже уже немножко говорила, да, но вы должны понимать, чем выше ваши вибрации, да, чем больше вы сделаете запрос во Вселенную, но при этом приходите в состояние принятия, да, тем больше чудес случается в вашей жизни. Тогда деньги к вам начинают приходить вот каким-то чудесным образом. Почему? Когда вы увеличиваете свой энергетический потенциал, когда вы занимаетесь своими духовным ростом, да, у вас открывается вот такая вот энергетическая воронка. Опять же, давайте буду рассказывать на примерах, потому что мне так, наверное, проще, и вам, может быть, проще для понимания будет. У нас одна дама тоже в охлайне занимается, и у нее родилась тяжелобольная внучка. И она делала все возможное или невозможное. Она билась во все двери, открытые и закрытые. Что она только не делала, в итоге то денег не хватало, то врач уезжал, то кот заболел, то погода не случилась. В общем, чего только не происходило, да, то есть не давалось ей это. Когда она пришла в состояние принятия, вот посмотрите у вас на картинке, а это цифра 350, состояние принятия. Как раз вот та пограничная зона, где у нас есть финансы, да, и выше уже и дальше там нет. Вот. Так вот, как только она пришла в это состояние принятия, вдруг начали случаться чудеса. То позвонил врач, который сказал, вы знаете, я нашел новую методику, давайте мы попробуем на вас. То деньги откуда-то пришли, да, и так далее. То есть начала Вселенная давать определенные дары. Поэтому, когда вы, то есть заниматься по этому духовными практиками, для того, чтобы повысить свое финансовое состояние, необходимо. Это обязательно. Почему? Потому что если у вас не будет энергии, ну, про чакры я уже тоже рассказывала. Если у вас в первой чакре не будет энергии, соответственно, вы не сможете реализовать то, что придет к вам вот через эту воронку, да, от Вселенной. Но если у вас не будет запросов, вам Вселенная в эту воронку тоже ничего не даст. Поэтому цели, еще раз говорю, ставить обязательно необходимо. Что еще? Ну и, конечно, да, не забываем. Очень знакомо, да. То есть и не забываем, конечно, что дары дарами, но о финансах все равно думать это необходимо. Потому что тогда будет перекос, и по здоровью будет перекос в первую очередь. Если вы ушли в духовные практики, если вы, ну, совсем перестали заземляться, что называется, и обращать внимание на материальный план, да, ну, чаще всего у нас еще есть такие направления, когда, допустим, отказываются от сексуальных отношений и так далее, да, то есть начинаются болезни именно вот брюшной полости. Вам это нужно? Не нужно. Значит, соответственно, мы должны прокачивать все чакры и держать в балансе земной план, да, материальный план и небесный. Наши способности, возможности и заниматься там различными экстрасенсорными практиками, а духовными практиками, энергетическими для того, чтобы, да, быть гармоничным и изобильным. Ну и, конечно, еще один пункт – это отсутствие знаний. Если вы сидите, по сути, да, и не стараетесь понять причину, почему у вас это происходит, если вы сидите и не ищете знания, которые вам помогут найти эту причину и понять, конечно же, тогда вы никуда не ствинетесь с мертвой точки. Это один момент. Второй момент – когда у вас есть знания, вы эти знания можете применять, да, прямо использовать для того, чтобы реально заработать деньги. Ну, например, если я получаю знания, да, мы их очень много получаем, с мужем обучаемся в различных метрах, и, соответственно, моя задача какая? Моя задача – получить знания, да, инвестировать, что называется, деньги в себя для того, чтобы повысить свой материальный доход. Соответственно, я занимаюсь личностным ростом, я занимаюсь духовными практиками, и я все это стараюсь перенести на материальный план, чтобы потом мне хватило денег, пардон, простите, да, допустим, заплатить там 130 тысяч Саймона Роуз для того, чтобы пройти, например, РПТ. Да, то есть это не те 2-3 тысячи, которые мы предлагаем вам платить за наши вебинары, да, то есть у мэтров учиться – это достаточно дорогое удовольствие. А чтобы быть хорошим специалистом, нужно учиться именно у них. Поэтому нужно всегда инвестировать в себя, конечно, да, и потом то, что вы получили, инвестировать опять в материальный план. Это понятно? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Если есть вопросы, значит, задавайте вопросы. Ну, и последний пункт. Все хорошо, что мы с вами проговорили, и наши убеждения, и наши эмоции, да, и энергетические практики, и знания, и все прочее. Но если вы все это знаете, если вы все это выучили, но у вас нет действий, ну, значит, а воссыны не там. Да, поэтому у нас есть, у людей в большинстве своем есть такая искаженная формула, по которой мы чаще всего живем. Да, это формула «иметь, делать, быть». Смотрите, когда я буду иметь хорошую работу, хорошего мужа, достаточно денег, мне там свалится миллион на голову, можете добавить что-то свое, да, тогда я смогу сделать что-то, то есть какие-то шаги, да, к желаемой цели, и тогда я смогу быть, да, то есть я тогда буду уверенной в себе, я тогда буду богатой, я тогда буду счастливой, я буду там кем угодно. Вот эта формула не работает, потому что вы не сможете тогда заработать, то есть получить этот миллион, если у вас внутренний есть конфликт, конфликт, если внутренне вы, если вы не являетесь тем, кем хотите быть. Поэтому здесь рабочая формула «быть, делать, иметь». Вот тогда, когда вы станете, да, то есть я проработала в себе неуверенность, я проработала в себе лень, я проработала в себе, ну, что еще там, страх, да, я стала, то есть я сейчас стала, да, вот я есть, то есть вот эта первая ступенька, да, быть, я сейчас смелая, удачная, я там успешная, я считаю себя, да, я, допустим, уверенная в себе и в своих целях, то есть я есть вот такая. Так, исходя из этого состояния, я могу сделать определенные шаги, потому что у меня есть внутренние ресурсы, и тогда я буду иметь, я буду иметь энное количество денег, я буду иметь, там, обучение у мэтров, я буду иметь поездки, там, в Шри-Ланка, Индия, там, Улан-Удэ, куда мы там ездим, да, и так далее. То есть вот тогда я смогу иметь. В обратном порядке эта формула не работает. Поэтому все, что вы сейчас делаете по изменению себя, для того, чтобы быть другим или другой, потом нужно начать что-то делать, и потом вы получите то, что вы хотите. Вот такие вот пункты, которые позволят вам изменить свою жизнь и получить те деньги, которые вы хотите. И у нас будет серия мастер-классов, которая называется «Материализация денег». Вот я уже немножко говорила про это 24 и 28 июля. 24 мы будем вот эту делать замечательную практику по работе с убеждениями, да, где мы будем осознавать и перепрограммировать, самое главное, свою картину мира – деньги. А уж 28 июля будут практики работы с препятствиями, которые уменьшают денежный поток, и будем подключаться к денежному эгрегору, и будем делать древнейший проверенный ритуал, который включает для вас удачу. Вот такие вот два дня у нас будут, будет два мастер-класса. По оплате, если кто-то заинтересовался, если кому-то это интересно, и действительно сейчас вы получили знания, и нужно совершить какие-то действия, и совершить их в потоке, ну, что называется, мастера, да, в энергетическом большом потоке, да, то можно, вот, приобрести участие в этом, в этих мастер-классах. То есть первый стандарт участия – это два мастер-класса, это у вас останутся записи, доступ, и доступ в закрытую группу для общения с участниками, и, соответственно, со мной, да, то есть я буду смотреть и давать, может быть, какие-то подсказки, если это необходимо. По стоимости это будет 3200. Будет участие, вариант участия «Серебро». Это участие также в двух мастер-классах, доступ к записи, группа, и будет письменная обратная связь по вашим вопросам лично, да, по личной вашей ситуации. И будет бонус еще – это доступ к записи мастер-класса «Постановка цели». И участие в ВИП – вы получите все то же самое, да, то есть мастер-класс, доступ к записи, бесплатный вебинар, да, этот, и, соответственно, онлайн-консультация по вашей личной проблеме с финансами. И по стоимости это будет вот 6300. Поэтому, если кто-то действительно сейчас осознал свои проблемы и хочет что-то изменить, милости прошу на эти мастер-классы и вот на личную консультацию, если хотите. Хорошо. И сейчас давайте в завершении мы с вами сделаем практику. которые позволят включить изобилие в вашей жизни. И я предлагаю вам сейчас сесть удобно, закрыть глазки. и перенесите, пожалуйста, сейчас внимание в область сердца. И сейчас я направляю вам поток энергии в рейки деньги. Вы можете сейчас почувствовать, как эта энергия входит в вас. И представьте, пожалуйста, себя на пороге некоей комнаты, новой комнаты, очень красивой. Вы можете ее представить, какая она, какие там яркие стены, большое может быть окно, высокий потолок, мебель. То есть создайте эту комнату. И в одном месте где-то, в углу или в центре, вы увидите большой-большой такой компьютер с большим экраном. Войдите в эту комнату и подойдите к этому компьютеру. И сейчас наберите на клавиатуре, можете включить этот компьютер, если он не работает. Если он работает, значит наберите на клавиатуре свое фамилие, имя и отчество. И прям представьте, что вы набираете это на клавиатуре, а на экране появляются буквы, где прописывается ваша фамилия, имя и отчество. Когда вы пропишите свою фамилию, имя и отчество, допишите нижней строкой «Канал изобилия». Можно написать «Канал денежного изобилия». Давайте так. Открыть. и нажмите кнопку «Пуск». И почувствуйте, как с экрана этого компьютера врывается, что называется, в ваше пространство энергия изобилия. Вы держите свое внимание в области сердца. И вы чувствуете, как этот поток изобилия через ваше сердце начинает заполнять ваше тело, выходит за ваше пространство, то есть пространство тела, заполняет ваши тонкие тела, вашу ауру. И выходит за пределы вашей ауры, заполняя пространство вашей жизни. Вы можете почувствовать, как энергия заполняет ваш дом, вашу работу, хотите, ваш город, в котором вы живете. И осознайте, что изобилие внутри вас увидьте сейчас на тонком плане, что все, что вы хотите, есть внутри вас, потому что в пятом измерении, куда мы с вами переходим, где мы с вами стоим, что называется, одной ногой, да, уже многие там находятся частично, а изобилие есть внутри нас. Не нужно его где-то искать и притягивать. Оно внутри вас. Вам нужно только заявить «Я есть». «Я достоин» или «достойно жить»? «Я достоин» или «достойно иметь»?» И проговорите все, что вы хотите иметь. Не скупитесь, вспомните, «Я хочу», «Я хочу», «Я хочу то», «Я хочу это». Если не хотите чего-то банального в материальном плане, пусть это будут обучения дорогие, поездки дорогие, но заявите Вселенной, что вам нужны эти деньги и почувствуйте, что это действительно есть внутри вас. И еще раз повторите для себя «Я есть» и «Я достойно» жить и иметь. Быть счастливым, быть изобильным или счастливым, изобильным. и почувствуйте это состояние. Что вы сейчас чувствуете? Как отзывается тело ваше на эти слова? Почувствуйте, как появляется уверенность, что так и есть. ваше состояние. И теперь сделайте глубокий вдох и выдох. И вернитесь здесь и сейчас. Пошевелите пальчиками рук, ног и медленно откройте глаза. и напишите если можно в двух словах ваше состояние. Получилось у вас и не получилось. Удалось ли вам почувствовать вот это изобилие внутри себя и то, что вы достойны этого изобилия. Потому что если внутри вас без сомнения, вы никогда не сможете получить больше. А пока вы пишете обратную связь, я еще раз приглашаю вас на наши мастер-классы, на нашу консультацию, если кто-то хочет, для того, чтобы сдвинуть сейчас с мертвой точки свою жизнь. Уйти с того, осознать то, где вы находитесь и начать двигаться вперед. Потому что без осознания, где я есть, сложно куда-то идти. Поэтому вот работа с убеждениями это как раз осознание того, что я сейчас имею, где я нахожусь и что я еще хочу и куда мне двигаться. Только так. Хорошо. У Ирины сомнений нет. Остальные молчат. Надежда, скажите, пожалуйста, я так понимаю, мое время вышло, полтора часа было. Супер. Достойно жить изобильно и счастливо. Людмила, запомните, пожалуйста, это состояние и подумайте, а что хочется сейчас сделать телу? с экрана компьютера, с золотой денежный момент, прибавки. Хорошо. Я из центра канал денежного изобилия. Благодарю, благополучие, благополучина. Хорошо, здорово. Хорошо, все, спасибо всем огромное. Я рада, если наш сегодняшний вебинар был для вас полезен. Конечно, с удовольствием приглашаю вас на наши мастер-классы, где я с радостью поделюсь всеми своими знаниями, всеми опытом, который у меня есть. И от всей души желаю вам, вашим близким изобилия, здоровья, счастья, удачи, всего-всего самого хорошего в этой жизни и, конечно же, в следующих. Все. Всего доброго. Удачи. Здравствуйте, любимые, с кем не виделись. Давайте поблагодарим Марину Матвиенко за прекрасное выступление Grand Master Reiki. Проходите, пожалуйста, по ссылочкам и оставайтесь с нами. Нас сейчас ожидают следующее очень интересное выступление мастер-класс. Поэтому оставайтесь с нами и проходите по ссылочкам те, кто хочет пойти в материализацию денег вместе с Мариной Матвиенко. Пользуйтесь этим уникальной возможностью. Проходите по ссылочкам. Сегодня есть три варианта участия стандарт, серебро и VIP. Чем они отличаются вы уже видели на слайде, но я могу еще немного повториться. Что у вас будет письменная обратная связь во втором варианте серебро. по вашим вопросам. Так что проходите пожалуйста по ссылочке, кликайте на выбранный вариант стандарт, серебро или VIP и вводите ваши контактные данные. Имя, e-mail, адрес электронной почты, внимательно по буквам, скайп, телефон и нажимаете зеленую кнопочку оформить заказ и вы попадете на страницу регистрации. Во всех комплектах есть участие в двух мастер-классах. У вас будет доступ к записям, доступ в закрытую группу для общения с участниками и экспертом. В варианте серебро прибавится еще письменная обратная связь по вашим вопросам и личной ситуации, а также бесплатный доступ как бонус бесплатный доступ к записи мастер-класса постановка целей стоимостью 2,500. В ВИП-варианте все, что описано, плюс еще онлайн консультация по вашей личной ситуации с финансами. Проходите, регистрируйтесь, участвуйте в этих прекрасных мероприятиях. Достаточно сейчас кликнуть на голубую ссылочку, пройти по ней и там ознакомившись можете вводить ваши контактные данные. Имя, имейл, адрес электронной почты, это внимательно по буквам, именно на него придут доступы на курс, а также телефон, скайп, и нажимаете зеленую кнопку оформить заказ и попадете на страницу, где будут разные варианты оплаты, выбирайте тот, который вам удобен. Это мощная работа с внутренними представлениями, которая позволит вам осознать установки, убеждения, верования, которые помогают или мешают вашим отношениям с деньгами, а также определить личное значение денег для каждого из вас, место денег в вашей жизни, их ценность и власть, а также избавиться от негативных чувств, блокирующих поступление денег, наблюдать, осознавать, проживать и менять собственные чувства к деньгам. Именно это вы будете делать в рамках этого курса, научитесь правильно ставить финансовые цели и реализовывать их, а также осознаете, что деньги не только зарабатываются, но и приходят волшебным образом, а также сможете сформировать глубинную уверенность в своих способностях и возможностях дополнительной прибыли, сможете понять вашу индивидуальную стратегию и познакомиться с новыми тактиками взаимодействия с деньгами, научитесь управлять деньгами в своей жизни и программировать свое финансовое благополучие на достаток. Проходите, пожалуйста, по выбранной голубой ссылочке, сегодня есть три варианта участия, стандарт VIP, также можете выбрать, и дальше вводите ваши контактные данные, дальше нажимаете зеленую кнопочку оформить заказ и попадете на страницу, где сможете выбрать удобный вариант оплаты. Если есть какие-то вопросы сохранились, пишите мне в скат на день Богданова, я с удовольствием вам отвечу на ваши вопросы. Оставайтесь, пожалуйста, с нами, у нас очередное очень интересное выступление, не пропустите его, обязательно пригласите своих близких, у нас в гостях супермастер, тренер по энергетическим практикам, опыт работы в практике более 12 лет, профессионально помогает людям освобождаться от внутренних блоков и душевных травм более 5 лет, провел более 700 мастер-классов и тренингов по энергетическим практикам за последние 2,5 года. Более 650 человек обучаются на курсах, я думаю, что сейчас значительно больше. Является соавтором книги «Энергелика под бедная практика жизни», сооснователь практической системы энергелика для помощи людям по всему миру. Алексей Сергеев, я думаю, что вы, возможно, уже знакомы, если знакомы, поставьте, пожалуйста, единички, кто знаком с Алексеем. И сегодня интересная новая тема «Мощный мастер-класс по глубинному энергетическому очищению и пробуждению ваших жизненных сил». И вы узнаете главные причины потери энергии и затухания жизненных сил. Получите четкий план по сохранению и накоплению энергии и созданию ресурсного состояния для достижения самых замечательных целей. Вы получите мощную энергетическую практику для создания потока уверенности и вдохновения, чтобы привлечь самые замечательные возможности Вселенной и начать жизнь вашей мечты. Встречайте нашего тренера бурными аплодисментами Алексей Сергеев. Я передаю вам возможность говорить.